Когда закончится строительство во врагах исторической части города, пока тоже неизвестно. Напомню, облагораживать их начали еще в прошлом году. Сейчас территория между улицами большевиков и Ленина и Ленина Свободы обнесена забором, а работ никаких не ведется. По планам там должен появиться культурно-здоровительный центр. Анастасия Шерстнева выясняла, на какой стадии строительства находится объект. Ни строители, ни техники. Еще в начале прошлого года экс-глава администрации Кирова Дмитрий Драный рассказал о том, что овраги Засора будут облагораживать. На территории от улицы Володарского до трудовых резервов в 2017 году должен появиться целый физкультурно-оздоровительный комплекс с фонтанами, спортивными площадками и выставочными залами. На этом месте в овраге между улиц Володарского и Свободы через два года должна появиться дендропарковая зона и построен музейный центр. На данный момент никакие работы здесь не ведутся. Кроме того, планируется, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет снабжен бассейном, прогулочной зоной и многоярусным зданием, предназначенным под различные торгово-оздоровительные нужды. Сейчас овраги обнесены забором, но строительство на площадках не ведется. Хотя, по данным администрации города, разрешение на работы было выдано еще в сентябре прошлого года. И сдать объекты подрядчики должны до конца следующего года. С трудовыми резервами дела обстоят лучше. В этом году закончены все работы по укладке искусственного покрытия. Футбольное поле соответствует всем требованиям Российского футбольного союза, сообщает Надежда Анисимова. Но работы по облагораживанию территории еще продолжатся. В 2016 году мы ставим перед собой задачу максимально расчистить овраг от дикорастущей поросли. Сделать проект по благоустройству. Вокруг футбольного поля предполагаем сделать разрыв. Для того, чтобы по периметру футбольного поля могла пройти техника, с помощью которой уже будут вестись работы по восстановлению трибун. 7 декабря здесь начнут производить монтаж ограждений вокруг футбольного поля. Чиновники уверяют, большая часть застройки трудовых резервов уже закончена. А вот когда не то что завершатся, хотя бы начнутся работы во врагах засора, чиновники не говорят. Прокомментировать эту ситуацию они отказались. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.